На эту необорудованную горку, расположенную за городом, Юлия Сливкина приходит теперь только фотографироваться. Два года назад она с друзьями чудом избежала трагедии. Вспоминает, тогда им захотелось экстрима, о последствиях ребята не думали. Они закрепили два тюбинга между собой и скатились сей компанией на большой скорости со спуска, вокруг которого растут деревья. Наученная горьким опытом, Юлия извлекла урок на всю жизнь. Два человека слетели, у одного валенки туда, все тормозили пятками. Мне пришлось тормозить лицом прямо в дерево. И после того, как я поднялась с этой горы, люди на меня посветили, а у меня вот тут такой след от дерева, труха от дерева. Все бы могло закончиться еще, наверное, плачевнее, еще трагичнее. Получать удовольствие от катаний на тюбингах можно без риска для здоровья. Для этого во всех парках Самары оборудованы специальные трассы. Конечно, мы выбираем больше горки, которые безопасны для детей, нежели которые катаются. Где-то там в другой части города. Здесь все предусмотрено. Разные виды горки. Есть маленькие горки, есть большие горки. Для маленьких детей горки поменьше. Все на ватрушках, ни на ледянках, ни на санках. То есть мы больше выбираем за безопасность. Для большей безопасности нужно надевать плотные перчатки и экипировку. Если ситуация выйдет из-под контроля, это позволит смягчить удар. Если же вы вылетели из ватрушки, врачи советуют по возможности избегать падения на вытянутые руки. При резком торможении тюбинга, о какой-то твердый предмет, дерево, человек, автомобиль, стена дома, забор, человек получает травму шейного отдела позвоночника, так называемая холостовая травма, которая очень похожа по патогенезу на травму, получаемую в процессе ДТП у непристегнутого пассажира либо у водителя. Это очень опасно. Уже с точки зрения, ну, это переходит в разряд черепно-мозговой травмы, по сути. Тюбинг – это неуправляемый снаряд. Любая кочка на пути может резко изменить траекторию движения и привести к необратимым последствиям. Поэтому специалисты рекомендуют кататься только на оборудованных склонах, где риск пострадать практически исключен. Мэриил Чан, Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События.